МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Меня зовут Антон Парахин. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Куда бегут газели? Как изменить ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет, ставших за почти 20 лет легендарными микроавтобусами? Сотни аварий, десятки переломов и сотрясений, беспомощность коммунальщиков. Какие минусы принесла мячам плюсовая температура? Дело хозяйское. Почему многие мячи не спешат приватизировать свою жилплощадь? И чем государственная квартира лучше своей собственной? Развесили уши. Зачем юные мячи читают стихи собакам? И какая польза от этого детям и животным? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше не Газельск. Возможно, Омск избавится от ироничного прозвища данного городу блогерами и урбанистами за засилье на дорогах маршрута Горьковского автозавода. 1 марта департамент транспорта объявил эти микроавтобусы вне закона. Уйти с рейсов должны сразу 384 машины. Именно газели за 17 лет изменили рынок пассажирских перевозок в Омске. Как скажется на пассажирах, такое сокращение, и как изменится сеть перевозок в городе, разбирался Дмитрий Куканус. 2 марта, 8 утра, микрорайон, 40 лет октября. На остановке «Детский сад» два десятка человек. За 10 минут подъезжает всего два маршрутных такси. Людей меньше не становится. Кто-то продолжает стойко ждать, а кто-то уходит пешком на конечную остановку. Стало трудно уезжать, мало маршруток, очень мало. Минут по 10, по 15 перестаем. 419 вообще нет. Я очень долго стою. Я выхожу в минут 30, сдал мне идти 5 минут. Вот до сих пор стою, жду газель. Я вот сейчас стою минут 15. 97-го нету. И не знаю, когда придет. А мне надо ехать до Амура, до 21-й. После запрета на использование газелей поток транспорта только от медсанчасти номер 9 уменьшился на 81 единицу. Всего сокращения коснулись более 30 городских маршрутов. Самые значительные на 97-м и 419-м. У предпринимателя Чередниченко парк сократился сразу на 29 машин. На них ежедневно перевозили более 6 тысяч пассажиров в день. Сейчас водители в незапланированном отпуске. А ведь частные перевозчики выиграли конкурс и могли бы продолжать работать. Сейчас все лицензиаты идут в суды. Суды назначены на март месяц, март-апрель. Поэтому ждем решения суда. Рейды транспортного надзора проходят каждый день. Наказание для оказавшихся в незаконной перевозчиков суровое. 5 тысяч рублей заплатит водитель и 300 тысяч предприниматель. Но некоторые перевозчики продолжают работать. Как начальство мое сказало, что все документы в порядке. И в основании, что мне выезжать, нет. Но чиновники уверены, это они действуют в рамках закона. Дело в том, что мы организовали проведение временного конкурса, который позволит нам в данной ситуации заменить перевозчиков, которые нарушали действующее законодательство. На период 6 месяцев в данной ситуации конкурсы проведены. В департаменте транспорта уверяют, ситуацию изменит новая маршрутная сеть. На ее разработку потратят несколько миллионов рублей. А готов документ будет только к концу года. Впрочем, уже сейчас, после отмены части маршрутов и запрета газелей, многие амичи с трудом могут проехать из одного конца города в другой без пересадок. Дмитрий Куканов, Александр Рябуха и Павел Ходынский. Обск здесь. Главного защитника животных в регионе обвинили в браконьерстве. Видео, на котором запечатлен директор управления по охране животного мира Виктор Данилов, в масхалате с ружьем и трофеем в мешке опубликовали колоссовские охотники. Пойменно исполичным. Охотники уверяли, подстрелили енотовидную собаку, а не рысь. Но показать содержимое мешка не давали. И это не единственный случай в Омской области, когда должностные лица становятся на место тех, с кем должны были бороться. Тахмин Атынысова продолжит. Чиновник, который должен был оберегать зверей, рьяно защищал рюкзак с трофеем. В нем, по словам охотников, находилась тушка рыси, животное, занесено в Красную книгу региона. Данилов не подпускал никого к сумке, ругался матом и пытался скрыть от камеры лицо. Отмечу, что по нашей информации, на месте, где предположительно охотился Данилов, уже найдены останки и шерсть животного. Рысь ли это, определит экспертиза. Кроме того, найдена и гильза. Баллистическую экспертизу проведут в ближайшее время. И после всего будут принимать решение о возбуждении уголовного дела. Еще один яркий пример. Суд над судьей. Уголовное дело в отношении Сергея Москаленко возбудили. Однако наказание по закону он не понес. Его нашли повешенным в парке. Обвиняли служителя Фемиды в получении взятки в размере 8 миллионов рублей. По версии следствия, за эту сумму он должен был вынести оправдательный приговор бизнесмену, который похитил более 100 миллионов рублей у дольщиков и не платил зарплаты нескольким сотням работников своего предприятия. К 19 годам колонии строгого режима приговорили бывшего сотрудника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимира Крайзера. Судили за сбыт и контрабанду запрещенных веществ. Он перевез из Казахстана в салоне собственного автомобиля полтора килограмма героина. Задержали офицера его бывшие коллеги по службе. Омские наркополицейские. А вот бывший сотрудник оперативно-сыскного отдела ОМВД России по Омской области Александр Дробот покрывал воров-карманников. За взятки от полутора до двух тысяч рублей он предупреждал членов целой семьи, промышляющих карманными кражами, о том, где и когда будут работать оперативники. Свою вину экс-полицейский признал и был оштрафован на 250 тысяч рублей. В еще одном нарушении закона уличили омских депутатов. Мало того, что они нанимали себе в помощники родственников, так те еще и не работали. Некоторые даже летали отдыхать в Сочи и Таиланд, но прогульщикам платили зарплату. Прокурор города направил представление в Омский городской совет с требованием устранить нарушения и вернуть деньги в городской бюджет. А зарплата помощников депутата, напомню, до 39 тысяч рублей в месяц. Материалы проверки также передадут и в следственные органы. Напомню, что в начале этого года, также по требованию прокуратуры, депутатам горсовета запретили устраивать на работу родственников. Но не все до сих пор трудовые отношения с ними расторгли. Так пояснили в горсовете. По-прежнему должности помощников у Леонида Михаленко занимает сын, а у Александра Иванова супруга. После рекламы расскажем, на ремонт каких дорог в Омске в этом году хотят потратить миллиард рублей. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это «Омск. Здесь». Мы продолжаем. На этой неделе из-за перепадов температур Омск превратился в огромный каток. И долгожданная плюсовая температура принесла больше минусов. Машины бьются около 400 столкновений за 7 дней. Страдают и пешеходы. В травмпунктах сотни пациентов с переломами и сотрясениями. Какие еще неприятности принес гололед и почему с ним не могут справиться дорожные службы, расскажет Данила Выжевский. Шлапа скользнулась, упала гипс. История Валентины Рязанцевой, как в известной комедии. Только вот пенсионерке сейчас совсем не до смеха. Рука болит, а на улицу выходить женщина теперь боится. В городских травмпунктах всю неделю аншлаг. Врачи принимают по несколько десятков пациентов в день. У нас в основном преобладают травмы верхних конечностей. На втором месте травмы нижних конечностей. На третьем месте травмы грудной клетки. И на четвертом месте это травмы головы с сотрясением мозга. А владельцы автосервисов по кузовным ремонтам подсчитывают прибыль. На скользких дорогах больше аварий, больше заказов. Нередко сталкиваются сразу несколько машин. В итоге менять или выправлять приходятся разбитые бамперы и погнутые крылья. Вот в эту неделю у нас заехало 6 машин. Да это только за неделю. То есть если 3 недели назад это еще было 2-3 машины в неделю заезд, на этой неделе 6 машин. То есть где-то в 3 раза количество машин битых увеличилось. Дорожные службы и коммунальщики оправдываются. За эту неделю на дороге высыпали более 1 тысячи тонн пескосоляной смеси. Но признаются, этого мало. После выпадения осадков в виде мокрого снега, дождя, в течение 3-5 часов дается время предписания на обработку проезжей части автомобильных дорог, пешеходных зон, противогололедными материалами. Мы с этой задачей стараемся справиться. Не всегда правда получается. Но в администрации следят только за теми участками, которые находятся в их ведении. Заниматься уборкой большинства тротуаров и остановок должны собственники расположенных там помещений. Та же ситуация и с сосульками. Убрать сосульки с крыш домов должны собственники помещений. Либо управляющие компании, если это жилой дом, либо предприниматели, если это торговый объект. Однако делается это далеко не всегда. Ледяные иглы продолжают свисать с крыш домов, а пользователи социальных сетей, отчаявшись дожидаться, когда сосульки уберут, делятся фотографиями самых больших из них, тем самым предостерегая друг друга. Одна из таких находится здесь, на улице Шебалдина. И ситуация вряд ли изменится. Если днем термометры будут в плюсовой зоне, то ночью на отметке чуть ниже ноля. А поэтому гололядица будет в Омске как минимум до конца марта. Данила Выжевский, Александр Лысак и Антон Щетинин. Омск здесь. Чиновники мэрии определились в ремонт каких дорог в этом году вложить миллиард рублей. Средства выделяют в рамках комплексной областной программы. Она действует с 2017 по 2025 годы. В этом 450 миллионов направят из регионального бюджета, 50 из городского, еще полмиллиарда добавят из федеральной казны. Часть смет уже подготовлена, торги займут 45 дней. После 9 мая, обещают чиновники, определят подрядчиков и начнется ремонт первых 14 объектов. Естественно, у многих омичей возникает вопрос, насколько качественным будет этот ремонт. Ведь многие из тех дорог, которые латали в прошлом году, уже сейчас, даже до того, как полностью сошел снег, требуют нового ремонта. Ямы, трещины, там, где еще пару месяцев назад был асфальт. В этом году обещают починить 32 участка дорог, в том числе на улицах 22 декабря, Волгоградская, Ватутина, Гашика, 22 апреля, Энтузиастов, 2-я Восточная и 25-я Северная. Полный перечень тех дорог, на которых до конца года появится новый асфальт, вы найдете в нашей группе в социальных сетях. Адрес на ваших экранах. К другим темам. На этой неделе в Омске задержали студента-драгдилера. У молодого человека нашли сверток со 150 тысячами разовых доз наркотиков. Груз потянет на 20 миллионов рублей и на 10 лет тюрьмы. Как признался молодой человек, забрал пакет из закладки, чтобы передать другу. Полицейские считают иначе. За курьером давно следили, сейчас возбуждено уголовное дело. Наркодилера проверят и на причастность к другим подобным преступлениям. Это уже не первый несовершеннолетний задержанный за последнее время за попытку сбыта наркотиков. Почему все чаще к распространению наркотиков привлекают молодых, почему их не пугает наказание, и как бороться с агрессивной рекламой наркотических средств, запланировавшие и соцсети, и мессенджеры, и дворы жилых домов. Об этом мы поговорим с начальником управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области Евгением Чижовым. Евгений Владимирович, приветствую. Здравствуйте, Антон. Евгений Владимирович, вот действительно в последнее время все больше информации о том, что задерживают именно молодых людей за распространение. Получается, что возраст этих самых драгдилеров, закладчиков так называемых, снижается? В первую очередь это связано с тем, что, во-первых, молодежная среда, как никто иной, вовлечена в интернет-технологии. Опять же, молодежь относится к той категории все-таки малообеспеченных граждан, в первую очередь студенты, да, ну и желание также подзаработать легких денег, не думая о последствиях, Антон. Неужели люди, которые пытаются таким образом заработать, не понимают, что сроки-то как раз за распространение наркотиков очень серьезные, 10-20 лет, не пугает их это? Вы знаете, к сожалению, не все понимают, и зачастую, даже скажу больше, практически никто не понимает. Вот когда мы задерживаем их, и санкции, наказание по данной статье, подзывая с собой до 25 лет лишения свободы, то молодые люди искренне сетуют на то, что распространяют, якобы, это же не героин, это всего лишь какие-то там дизайнерские наркотики. Лица, организующие торговлю, объясняют им, что они занимаются сбытом так называемых дизайнерских и легальных видов наркотиков. Доля изъятых наркотиков синтетического ряда, она в 7 раз превысила в прошлом году долю изъятого героина. То есть синтетика сейчас все больше и больше вытесняет наркотики растительного происхождения. А уже в этом году, если говорить об объемах, какие цифры? То есть сколько не попало на рынок? Не попало наркотиков порядка 15 килограмм тяжелой группы и около 40 вместе с марихуаной. Из оборота выведено примерно, если говорить языком цифр, порядка 330 тысяч разовых доз на общую сумму порядка 40 миллионов рублей. Это только за два месяца прошлого, настоящего года. Если говорить о статистике, это чаще всего благополучные, неблагополучные семьи. Что родители, как реагируют, когда вот эта вся ситуация вскрывается? Вы знаете, вот сейчас затронули очень серьезный аспект, да, как реагируют родители. В основном тетенция такая, мы анализируем, кто к нам попадает, да, грубо говоря, в наши сети, да. Вот, и мы видим все-таки это неблагополучные семьи. Большая часть малообеспеченные и неблагополучные. Более того, недавно было раскрыто одно преступление, могу до примера привести. Отец вместе с сыном ощущались сбыт наркотиков бесконтактным способом. То есть и вовлек, грубо говоря, не отец, а именно сын вовлек отца в преступную деятельность, да. Эти преступники, да, я думаю, что их можно так называть, то есть они, получается, не боятся ничего, то есть соцсети активно используют, не знаю, листовки, разбрасывают. В управлении наркоконтроля, помимо отделов, которые занимаются непосредственно выявлением наркопреступления, существует еще отдел профилактики, который в взаимодействии с активистами в Омской области, с учащимися. Мы проводим занятия в школах, проводим занятия в вузах, встречаемся с общественностью, с активистами, закрашиваем данные надписи. Ну и через ваш телеканал хотел бы также обратиться к жителям города, области, чтобы сигнализировали нам о подобных фактах. Звонили на простой телефон, 0-2, данное сведение будет приниматься в расчет, и по ним будем работать. Сейчас идет обсуждение и принятие закона, многие слышали, закона Яровой. Это начальник отдела, не отдела, а комитета силового государственной думы, депутат. Он был в прошлом году принят, и сейчас идет его внедрение в жизнь, грубо говоря. Ну, при его внедрении, поверьте, у нас появится дополнительный рычаг, рычаг давления на наркопреступность. Спасибо, Евгений Владимирович, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. А мы продолжаем программу. К 1 марта ИРЭК и жилищная инспекция региона должны были провести все расчеты по новой методике начисления ОДН. Проще говоря, разобраться и привести ситуацию с нормативами и начислениями в порядок. После того, как начали массово возмущаться получившие новые квитанции МИЧИ, и федеральный министр строительства Михаил Мень очень удивился омским нормативам на общедомовые нужды. Но, как-то часто бывает, те, кто должен был, свою работу так и не сделали. А почему, на мой взгляд, довольно ярко объяснил на этой неделе депутат Государственной Думы о Томской области Андрей Галушко, рассказавший о разнице между начислением ОДН в Омске и во Франции, где у него, как известно, имеется дом. В чем разница ОДН во Франции и ОДН в Омске? Во Франции дебилов к власть не пускают. У нас, к сожалению, вот так получилось, что, не буду еще раз это произносить слово, обидно, но очень непрофессиональные люди занимались этой проблемой. Поэтому первое, что нам надо решить, если попытаться быть похожими, это сделать так, чтобы адекватные люди, не бездельники и не бездари, занимались этой проблемой ОДН. Потому что вся проблема ОДН, которая у нас существует сегодня, это проблема бездарных управленческих решений, конкретно у нас в регионе. После рекламы расскажем, как собаки помогают детям учить стихи. Оставайтесь на продвижении. Субтитры подогнал «Симон» H.P.I.P. Город звучит. Хорошо там, где есть «Радио Дача». 101.0 FM в Омске. Радио «Сибирь». 103.9 FM в Омске. Вы смотрите Омск здесь. Мы продолжаем. Приватизируй сколько хочешь. Государственная программа бесплатной приватизации, которая должна была закончиться 1 марта 2017 года, продлена бессрочно. Начинали ее в далеком 1991 году. За это время частной собственностью стало 70% всего жилфонда. Оно и понятно, чиновники жильцов муниципальных квартир теропили, даже тех, кто от приватизации сам отказывался. Так, например, было с жителями многострадального омского поселка переселенцев из аварийного жилья Рябиновка. Туда не раз приезжали представители мэрии и советовали новоселам не тянуть время с оформлением квартир в собственность. Однако стать хозяином согласились не все. На балансе города до сих пор тысячи муниципальных квартир. Почему люди отказываются от собственного жилья и почему государство продолжает так настойчиво этот подарок предлагать? Ольга Качкурова разбиралась. Вот смотрите, что у нас. Вот творится вот такие туалеты у нас. Старшая по дому бывшего общежития Нововилова 236 Валентина Писарева показывает свое ноу-хау. Целлофановый навес на потолке. Конструкция защищает головы жильцов. Из-за сгнивших труб санузла на втором этаже на первый просачиваются нечистоты. В этом доме приватизировано 5 квартир. Хозяева остальных 17 не хотят брать на себя ответственность и расходы на ремонт. А что приватизировать? Когда, ну, я понимаю приватизировать. Крыша вся течет, весь второй этаж плачет. Крыша течет у нас. Вот, сейчас дожди пойдут, все. Там поток у людей. Подвал зайти нельзя. У нас воды. Это ужас сколько. А вот в доме 75 по улице Латвийской все жильцы своей квартиры оформили в собственность почти с начала приватизации. Вот только теперь свои собственности не рады. А у нас даже фонда нету здесь, понимаете, что окна в землю вросли. Дом признали аварийным, но в программу по переселению его не включили. Ведь по закону чинить даже разрушающиеся приватизированные дома – дело собственников. О том, что у приватизации есть и минусы, многие поняли не сразу. Документы оформляли, не разобравшись в тонкостях. Как Марина была у нас старше по дому, она сказала, давайте, что-нибудь все сложимся и все вместе сам это приватизируем. А плюс и минусы приватизации были? Не знаю, ну как собственники теперь, если что, ремонт приходится как собственника самим делать. За 16 лет действия программы приватизации по всей стране в собственности жильцов оказалось около 70% жилого фонда. Но сегодня на балансе Омской мэрии осталось 13 205 жилых помещений. На их содержание городские власти тратят примерно 1 миллион 300 тысяч рублей в год. По мнению депутата Гурсовета Елены Свешниковой, администрации невыгодно содержать это жилье. Более того, чиновники специально не заключают с жильцами договоры социального найма. Сама Елена, к слову, живет в муниципальной квартире и при этом принципиально не платит за коммунальные услуги, ссылаясь именно на отсутствие такого договора. Свою позицию депутат Свешникова теперь отстаивает в суде. В договоре соц. найма прописано, что наймодатель обязан содержать в надлежащем состоянии имущество, должен предоставлять качественные коммунальные услуги, в том числе и содержание жилья, в том числе и потребление в квартире, и воды, и света, и тепла. И все это выставляться должно одной квитанцией, и платиться должно наймодателю. Жильцам муниципальных квартир не надо платить налог на собственность и взносы фонд капитального ремонта. Зато тем, кто квартиры приватизировал, такие соседи хлопот прибавят. По закону, чтобы построить в доме парковку или отремонтировать крыльцо, то собственникам нужно проголосовать за это. А представители муниципалитета на такие собрания не ходят. Собственникам, которые приватизировали квартиры, практически всем нужно собраться, чтобы принять решение по простому большинству. И они не смогут никогда принять решение по квалифицированному, если квартир больше 30%, больше 35% принадлежит муниципалитету. Бессрочное продление приватизации жильцам разваливающихся зданий дает шанс получить за квадратные метры хоть какие-то деньги, если они продадут квартиру. Пока еще это возможно. Или все-таки получить новое жилье, если дом будут расселять. Ольга Кашкрова, Алексей Попов и Евгений Слепов. Омск здесь. В Омске стартовал новый проект для дошколят «Читаем с собакой». Воспитанники детских садов теперь могут подтянуть технику чтения и справиться с волнением в необычных условиях. Вместо педагогов слушают их собаки. Оказалось, перед такими учителями дети не робеют. Наоборот, открывают в себе новые способности. Моя коллега Светлана Еловнарова побывала на необычных руках чтения, попробовала себя в роли чтеца и заодно выяснила, какую пользу такие занятия приносят собакам. Ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плотовка такова. Внимательным четвероногим слушателям читают басни Крылова. Маленькому Даниле шесть лет. Он только учится читать по слогам. Причем делать это при посторонних стесняется. Но только увидел немецкую овчарку Лаки, которая уже развесила свои мохнатые уши, тут же взялся за книжку. И вот он читает громко и выразительно. Они приятные. Большие. Я лучше стал читать с собаками. И если в детском саду большинство детей читать не заставишь, они лучше подольше поиграют. На эти занятия ребята бегут сами. Они даже готовятся. Ведь разочаровать пушистого слушателя нельзя ни в коем случае. Моим детям пять лет. Мы начинаем только читать. Дети очень заинтересовались и старались и учились. Повторяли весь алфавит для того, чтобы прочитать именно собакам. Внимают каждому слову дошколяты золотистый ретривер, овчарка и сенбернар. Собаки самых спокойных пород. Они профессиональные канистерапевты. Животных специально обучают для занятий с детьми. Специалисты уверены, чтение помогает дошкольникам не только усовершенствовать навык, но и побороть стеснительность и замкнутость. Мы просто хотим, чтобы детишки чувствовали себя немножко свободнее во время чтения. Чтобы для них оно не было таким обязательным занятием, как в школе или что вот над ними сидят и заставляют. А более такое творческое. В других библиотеках они говорят, что вот мы взяли читательский билет, мы теперь сюда будем ходить, пожалуйста, приходите. Мы в следующем разу еще лучше научимся. Кстати, в библиотеках в Финляндии собаки-слушатели даже числятся в штате. Зоотерапия полезна не только для людей, но и для самих питомцев. В американском штате Миссури детей приглашают почитать сказки бездомным животным. В приюте содержат четвероногих, которые пострадали от жестокого обращения людей. Чтобы вернуть им веру в человека, каждую неделю к ним приходят школьники с очередной книгой. Нередко после таких встреч юно-читатели забирают собак к себе домой. А после чтений самоодаренные вместе со своими собаками даже начинают петь в силу своих способностей. Светлана Еловнарова и Александр Лысак. Омск. Здесь. Пусть и к вам прислушиваются чаще. Это была программа Омск. Здесь. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok